бойцы как вы знаете мой канал существует уже больше года и только как правильно его вести я узнал буквально полгода назад у меня появилась цель концу 2022 года набрать 10к подписчиков на своем канале каждый из вас кто не подписан на канал вы можете перейти и нажать на кнопку подписаться надеюсь я добьюсь желаемого результата всем спасибо легкий вес продолжат прогрессировать в лучшую сторону объявлен новый бой два перспективных бойца легкого веса арман сарукян против матеуша гамрата этот поединок станет главным событием файт найта и для обоих бойцов это большой шанс заявить о себе как о потенциальном претенденте на пояс так как в основном все журналисты и медиа больше сконцентрированы на главном событии всем привет бойцы с вами канал был рустой мм и и в этом видео мы разберем бой арман сарукян против матеуша гамрата но при началом этого ролика не забудьте подписаться на канал поставить лайк но мы погнали для армана сарукяна поляк станет настоящей проверкой и если он ее пройдет то с большой долей вероятности он приблизится к топовой десятке гамрат как я понял по пересмотрим его поединком борец который умеет работать в стойке и это самый опасный стиль бойца которого можно придумать он может тебя подловить одним точным ударом и отправить нокаут или же залежать тебя все отведенные раунды хоть поляк и проиграл дебютном бою гураму кутателадзе я считаю что его ограбили я бы отдал предпочтение им на поляку но и арман не так просто как кажется можно сказать он такой же универсал как и его оппонент начале он был обычным борцухой но со временем он стал прогрессировать в стойке и пробивать зареечные удары по его инстаграму видно как он усердно пашет в преддверии этого поединка и отдавать победу он не собирается что касается рейтингов то бойцы находятся рядом арман 11 матеуш 12 и много при поражении тот или иной боец не потеряет но только если чемпионские амбиции проигравшему вряд ли дадут шанс встретиться с представителем топ-5 скорее всего проигравший сразиться с кем-то кто ниже его бен хукер брэд риддл диего феррейра вот потенциально соперники проигравшего так что проигрывать будет не так выгодно обоим бойцам но это мм и кому-то из них придется это сделать но вот кому сейчас разберемся обсудим все что только можно лишь бы узнать кто же из проспектов окажется сильнее арман как я говорил выше заметно подтянул свою ударную технику он стал чаще комбинирует удары ногами и перебивает стойки достойных представителей ударки кристос гиагас и оль альварес все они пострадали от рук циркана него в руках имеется мощь с помощью которой он отправляет своих оппонентов глухой нокаут и таких бойцов в легком весе не так-то много и учитывая что его оппонент первым делом борец он может попробовать разбивать гаммартон на дистанции и держать его там же так как в любой момент он может прихватить твою ногу и отправить в долгий полет также царукян хорошо орудует ногами учитывая сколько он прошел кэмпов это неудивительно арман прогрессирует в этой области на глазах я считаю что царукяну под силам диктовать условия в этом бою из-за его габаритов и очень быстрых ударов матеуш гамра также как и царукян был борцом но со временем переквалифицировался в опасного ударника который может тебя вырубить своим предыдущим оппонентам он доставлял много проблем именно на руках но если что-то идет не так то у него всегда есть план b борьба но помимо хорошей мощи в руках поляк имеет оточенный бокс он не просто бьет лишь бы попасть и вырубить он вымиряет дистанцию думает какой удар лучше пробить и после выкидывает свою бомбу после которой его визави не в силах подняться по бою с гурамом я понял интересную вещь если оппонент гамрата хорошо орудует в стойке и не боится его прессинговать то у него начинаются проблемы он сразу же начинает спамить переводами вниз и будет суетиться и арману стоит взять себе это на заметку куда-то ладзе значит нам был выше поляка и размах рук был за ним он просто держал того на дистанции и разбивал корпус и голову киками ничего сверхъестественного в этом нет и повторить такое я уверен может каждый боец юси фаворитом ударки я выберу армана сарукяна и аргументируя я свой выбор тем что у армана серьезных проблем в стойке пока не было а по его прошедшим боя мы можем делать вывод что пока он в этой стихии неплох а у гамрата появился пробел который легко может повторить представитель армении а вот в этом деле поляк по-настоящему хорош он может запросто перевести тебя и забить гранд энд паундом но помимо ударов он матерски владеет бжж различные приемы из любых позиций только от гамрата пока на канвасе ему не было равных даже тот же гурам не смог остановить икдауны поляка а он между прочим тренировался тогда сам за там который я уверен учил его борьбе также пересмотрев его бои я заметил его любимую фишку на канвасе он обожает делать хил хуки и прочие болячки на ногу он уже дважды заставлял своих оппонентов капитулировать из-за этого чтобы гамрат кого-то не смог перевести я пока не видел сейчас можно сказать он неуязвим в этой дисциплине и если ты с ним окажешься на земле и неважно где находишься сверху или снизу он сделает так чтобы ты постучал или же уснул сможет ли он собрать армана вопрос хороший на который я пока отдать ответ не могу так как таких оппонентов как царукян у него еще не было и арман покажет реально ли защититься от его переводов царукян также как и гамрат хорош в этом деле он единственный кто смог составить махачеву конкуренцию на земле но и в принципе до поединка с ним он хорошо боролся и показывал отличный уровень он умеет переводить своих оппонентов и чтобы кто-то защищался от такого пока не было если только ислам на земле царукян также хорош хоть и не владеет таким брыжи как его оппонент но зато его контроль и давление закрывает этот минус и тем более до юси арман душил своих оппонентов различными приемами так что какая-никакая база в грэппинге у него имеется в отличие от полика царукян уже почувствовал на себе что такое лежать под оппонентом и пытаться как-то выбраться и же в следующем бою арман вряд ли допустит такую же ошибку как в бою с россияниным он не будет лежать и думать блин как так что мне делать как отсюда выбраться он же будет понимать как действовать такой ситуации по навыкам на земле я выберу матеуша гамрада и я думаю вы сами знаете почему он хорошо владеет переводами контролем и бжж конечно арман тоже хорош но не на уровне полика как мы знаем это главное событие значит этот бой пройдет в размере 25 минут и как раз таки поляк уже проходил такую дистанцию и не единожды в отличие от армана он уже знает что это такое как действовать где сэкономить силы а где наоборот прибавить в общем как по мне поляк будет чувствовать себя более уверенно так как он уже знает что это такое проходить все 25 минут и тем более в карелии гамрада есть нокауты которые случались за две-три минуты до окончания поединка и поэтому он умеет распределять силы и будет явно смотреться лучше в плане выносливости про царукьяна такого же не скажешь он не проходил 25 минутной дистанции и это станет его первым опытом и даже непонятно хорошим ли опытом это станет для армана но как минимум три раунда царукьян чувствует себя хорошо работая в высоком темпе на протяжении всего боя и как я говорил выше в инстаграме по его stories он работает усердно и как я думаю у него получится хорошо тебе показать на этой дистанции так как такие тренировки бесследно не остаются и я в хорошем смысле об этом всем говорю фаворит в кардио конечно будет считаться поляк у него больше опыта в этом аспекте и он если что поймет что делать дальше в отличие от царукьяна для которого эти ощущения станут новыми в плане духа я ставлю равенство оба бойца молоды и у них цель как я уверен одна также стать чемпионом юфси и каждый из них сделать все возможное ради этой победы скорее всего победит матеуш гамрат решением судей в начале поединка бойцы будут идти примерно вровень но начиная примерно с раунда третьего вся инициатива будет переходить в руки гамрата как по мне он более мастеровитый нежели арман в основном разборы и прогнозы боев одинаковые то есть ударная техника борьба выносливать и сам прогноз и я решил внести сюда что-то новое в этом пункте я буду предполагать что будь с проигравшим и победителем в прогнозе я выбрал гамрата скорее всего он будет требовать бойца уже ближе к топ 5 и вполне вероятно он может получить либо бенела дарюша или майкла чендера остальные как я считаю вряд ли согласятся на бой с ним так и теперь что же ждет царукьяна после поражения скорее всего он останется на прежней позиции поделется с кем-то не из рейтинга но если ему повезет то его соперником может стать тони фергюсон который как раз находится на восьмой строчке но это только в лучшем случае а если его компания щадить не будет то он получит бой который ему ну никак не выгоден а как вы считаете кто победит в этом бою ваше мнение я хочу увидеть в комментариях на сэмбл канал беларус той мамой ставьте лайки и подписывайтесь на канал